Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайв. Вчера забежала на стрим. Ну, вы знаете, я даже не знаю, по нашему времени это было 12 часов ночи. Ну, наверное, по Германии это было 11 или сколько, потому что у них был стрим на 9, а где-то я увидела их начало 11. Но, на самом деле, я сначала даже и не заходила, вот зашла по своему времени где-то в 12. И такая скукотища! 28, по-моему, человек было. Она сидела, значит, Анька, какая-то вообще не в настроении, да. Ну, наверное, не перли донаты, поэтому настроения не было. В чате особо мало кто писал. Единственное, увидела, что Кевин Келлер писал. Ну, не знаю, похоже, это был Стёп. Посмотрите, что писал. Если девушка толстая, то голая будет классная. Аня и Настя, вас люблю. Знаете, ну, это очень похоже на Стёпа. И действительно ли это Кевин Келлер? Ну, если только Левак, страница Левак, потому что канал у него по-другому называется. Ну, канал, который он ведёт. Ну, и дальше у Аньки с Настикой спросили по поводу отъезда. Ей написали сначала, Анюта, ты сегодня совсем не в настроении вести стрим. Это видно, и зрители уходят. Так, по-моему, они всегда без настроения. Где у них когда было настроение? Я что-то не помню. Ну, и дальше написали, вы хотели... То есть думали о том, чтобы уехать из Германии в одном из видео, не решились пока. И Анька сказала, что да, мы думали, якобы, май будем думать, поедем или не поедем. Ну, а сейчас якобы они уже решили, что домой они не поедут. И родители им сказали, давайте-ка там учите язык, устраивайтесь на работу и якобы не рыпайтесь. Ну, посмотрим, посмотрим, ребят, как они устроятся на работу, как их оставят, как их оценят, как ценных сотрудников для того, чтобы не отправлять домой. Пускай учатся, ещё, по крайней мере, на курсы они повторно не пошли. Представляете, вот был же у них этот термин, но только термин был, а на курсы вот никак не отправят, ни одну, ни вторую. И уже сколько времени прошло, сколько времени прошло, они всё никак не пойдут учиться. А это ещё пока они отучатся, прикиньте, а потом только работу надо будет искать, а потом ещё нужно себя показать классным специалистам на работе, чтобы тебя оценили, и ты стала ценным сотрудником, чтобы остаться в Германии. Во, мы посмотрим, как они смогут работать и содержать себя. Ну, собственно, бежали они, я, как поняла, совсем не от войны. Они в Польшу поехали работать, а получается, в Польше не понравилось, и с Польши ломанулись в Германию. Ну, как-то так получается. Поэтому девочки-припевочки просто туманят мозг своим зрителям. Халявщицы, что здесь скажешь? Ну, пока они, конечно же, будут сидеть, если их возьмут на учёбу, они, конечно, будут сидеть. Потому что пока они получают халявные деньги, то есть деньги – это пособие, да, то им это выгодно, им это классно. Ну, а что? Работать не нужно. Только себе езди по городам, шмотки покупай, дожрачку. Ничего делать не надо. Да, когда захотел – поспал. Когда захотел – вышел на улицу, походил в стрим, вышел, да, песенки повключал, видосики попилил. Пустые, бестолковые, абсолютно бессмысленные. Поэтому, чё им не сидеть в Германии? Они поэтому и сидят. Они же понимают, что в Украине они такой халявы не найдут, поэтому и торчат в Германии. Ну, а дальше Анька сказала, что они тоже были, получается, позавчера в эфире, тоже людей было мало. Ну, хотя и были, но ничего не писали. И сейчас якобы мало пишут. Ну, конечно. А шо вам писать? О чём с вами говорить? Сидит, ничего не говорит. Сидит эта мина кислая, денег не донатят. Потом, говорит, надо музычку, говорит, включить, чтобы поднять себе настроение. А чё, Анька, себе бесплатно, да? Себе сейчас включат бесплатно, чтобы поднять настроение. Глядишь, кто-то ещё за бабосики не закажет. И Анька пойдёт очередную себе футболку. Чёрную купит. Ну, а дальше какой-то там подросток или не подросток, или такой же, как и девочки, да, необразованный Вильям писал. Всё строчил, строчил. В итоге его Анька заблокировала, да. И дальше спросили у них, не мешает ли музычка-то соседям. На самом деле, я не знаю, как соседи терпят. Особенно вот когда они стримят очень долго, они же музыку включают постоянно. Да неважно, там возле штатива колонка стоит, и возле штатива музыка, она всё равно слышна. Я вот, допустим, слышу прекрасно, когда у соседей играет музыка, хотя она не громко играет. И, ну, им, понимаете, по барабану, что там соседям мешает, не мешает. Они и говорят-то не тихо. У Аньки голос такой, это такой, прям, знаете, такой грубый голос, да, такой ещё неприятный голос. И я думаю, что и слышно, как они разговаривают с соседям. Ну, а что соседи сделают? Что они сделают? Ну, и дальше они что-то там про Марину говорили, что она очень многим украинцам помогла, хотя сама она не из Украины, и там каких-то там беженцев она к себе и прописывала. И, значит, потом она им нашла квартиру, и с мебелью помогла, какую-то свою отдала, какую-то покупала. Вот. И, значит, она якобы вот такой хороший человек, такая добрая, такая, значит, ну, нежадная. А я-то думаю, что девки к ней прилипли? Что они к ней прилипли? Понятное дело, чё, Марина, оказывается, очень хороший человек, она нежадная. Поэтому девки и здесь нащупали халяву. Вот дают, девчонки, вот дают. Ну, и Анька рассказывает, что они её якобы за переводчика брали и давали ей деньги, а она не берёт. Ну, что значит не берёт, Анька говорит? Как это? Без денег. И она говорит, такой человек, да, дорого стоит якобы, да. Ну, конечно же, это ценный человек, Анька. Как переводчик, это ценный человек. Деньги не надо распускать направо и налево, да, на переводы. Да ещё и на съёмки соглашается. Контент. Главное, что ещё и контент. Она согласна сниматься в ваших пустых видеороликах, хотя бы хоть шо-то вам есть показать, да и рассказать, особенно про Марину. Вот бы про себя рассказывали. Шо ж вы из себя стоите? Ну, похоже, такие пустышки, что и рассказать-то нечего. Вы ж, если что-то и рассказываете, то вы двух слов нормально связать не можете. Ну, и дальше смешно было слышать, что мы такие же с Настей. Мы первые готовы прийти на помощь. Ну, да, я помню. Я помню, как ехали из Украины и как забыли передачу. Да, я помню, как Настя говорила. Да, ну шо тут? Кто она тебе такая, что ты ей там должна? Помните, ребят, этот момент? Ага, они первые на помощь готовы. Кому вы помогли? Вы расскажите, кому вы помогли. Что-то я не видела никакой вашей помощи и не слышала даже о ней. Только языками чешете. Помогать вы готовы. Кому вы помогли? Уже бы молчали да не трындели. Ой, ну а дальше Пронька повеселила Аньку. Она, значит, прислала название песни и донатик, то есть оплатила песенку. Песенка неплохая, но у Аньки мигом поднялось настроение. Стала тут же весёленькая. Ну, конечно же, бабосики начали, да, плыть. Поэтому и настроение поднялось. А пока бабосиков нет, конечно, откуда будет настроение? Сидеть просто и молчать, не зная даже, что сказать, когда даже в чате практически и не пишут. И вот так вот они и сидят. Сидят вечно, скукотища, и сами засыпают. И зрители поэтому уходят. Им так и написали. А чё она сидит, опустив морду и ничего не говорит? Кто ж с ними будет сидеть на стриме? На стриме нужно общаться. Я вот себя не показывала. У меня столько людей было на стриме. И такое классное было общение. Просто интересно было общаться. И всё бесплатно. Прошу заметить, всё бесплатно. Без всяких донатов. Ну, потому что надо любить людей, а не сидеть постоянно с надутой, кислой миной, ждать, когда тебе переведут денежку на музычку, которую, собственно, можно включить у себя дома. Ну и послушать, не ожидая ничего от каких-то там блохериц. Мда. Да ещё и за деньги. Представляете? Музычка за деньги. Там под музычку и Настя сбоку появилась. И видно её стало. Сидели бошками своими, мантыляли, настроение поднялось. Ой, капец, ребят. Вот как же им деньги поднимают настроение. Какие же они, слушайте, хитрые поберухи. Сидели с кислыми минами, ничего, ничего им не донатили. Ага, настроения нет, нет настроения. Как только денежка за песенку, тут же уже и бошки начали трястись под музычку. И музычка душевная. Просто супер, просто супер. И дальше опять носы повесили. Знаете, стримы такие тухлые, это просто какой-то капец, ребят. Просто тухлятина. Но самое главное, мы их закодировали. Вот правда, раньше же, когда я их не обозревала, они ж бухали на стримах. Вели себя ужасно, как помойка. Пили, чё не плели своими пьяными языками. Ну, у меня всё это, конечно же, есть на дзене. Все их высказывания, ну и про ракету мы помним, еле языками ворочали, как последние алкашки. Причём, что молодые девки, им по 24. А такое чувство, что пили беспробудно. Зато сейчас, смотрите, засыпают на стриме и совсем-совсем не бухают. Хотя кто его знает, может, где за кадром и закидывают. Ну, вчера были свеженькие, как стёклышко. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. На этом буду заканчивать. Всех обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok